Как разработать программное обеспечение, которое будет использоваться сотрудниками метрополитена? Сегодня мы поговорим на данную тематику. Всем здарова, дамы господа, как вас настроение? Все ли отлично, все ли прекрасно, ваша вселенная? Надеюсь, все ништяк, и давайте же углубляться в мир нашего андеграунд, сабвэй, метрополитен, или же других, как они там называются, рэпид транзит, или масс рэпид транзит, транзит на английском, это у нас метрополитен, дамы господа, системы, где у нас имеются рельсы, где у нас имеется электричество, различные электрончики, фимеончики, глюончики, также меончики, здесь ходят всякие кварки, ладно, давайте же углубляться конкретно в менеджмент. На прошлых, в прошлых видеороликах мы обсуждали, как создать 3D-модель метрополитена, соответственно, как она создается? Мы используем OpenGL и плюс также C++, мы с помощью OpenGL делаем различные структуры, vertices, также полигончики создаем, создаем определенные параллелепипеды, то есть если у нас мы возьмем один параллелепипед, возьмем еще цилиндр, 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 то у нас получится такой вот хороший вагон, можно сказать, а еще можно цилиндр, 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 это у нас будет 8, так, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, да, 8, 8 колесный, 8 колесный поезд у нас получится, также можно разделить параллелепипед, раз параллелепипед, еще один параллелепипед, еще один параллелепипед и соеднить их между ними еще параллелепипедами, и тогда у нас получатся вагоны, которые соединены между собой, это тоже одна из вариаций, как можно это реализовать. Также у нас образуется еще такая вот платформа, на которой у нас стоят люди, наши пассажиры, соответственно, это реализуется тоже параллепипед, вот так вот завабахаем, плюс также лесенка, что это? Это параллепипед, 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 вот так вот встали, и здесь у нас параллепипед, 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 все создали. Также у нас имеются различные grid, grid это у нас сетка, сетка может быть x, y, либо же x, z, либо же это может быть y, z, сетка, либо же можем создать трехразмерную, с размерностью номер 3 можем создать сетку, получается x, y, z, то есть это будет наше 3D пространство. Также мы создадим нашу axis of y, axis of x, axis of z, и получится у нас тогда трехмерная такая модель декартового координата, прямоугольный координат, получится в 3D пространстве. Собственно у нас уже готовы 3D модельки, также мы будем использовать различные цвета, то есть RGB схема будет использоваться, то есть red, green, blue, alpha, например, вот это, это синий цвет, около синий, это конечно такой томно-синий, но давайте будем считать, что это полностью синий, и тогда это получится 0, 0, 255 по RGB схеме. Если мы захотим красный цвет использовать, допустим у нас там фары у нашего дорогого поезда, да, то это получится 255, 0, 0. Если мы хотим белый цвет добавить, то это будет 255, 255, 255, соответственно источники света у нас будут с белым цветом. Также мы можем создать различные серые указатели, серые, серые параллепипеды в виде, то есть мы можем поставить параллепипед и еще параллепипед в виде буквы Т установить, и это у нас получится свет, и мы можем основную конструкцию сделать, допустим 155, 155, 155, будет такой темно-серый, светло-серый цвет, то есть серенький такой цвет, как допустим, что у нас здесь, ну примерно вот такого цвета оно будет, как видите, такая вот тень здесь. Кстати, шейдеры тоже будут использоваться, соответственно мы будем использовать различные умбра, пенумбра, антумбра, hard shadow, soft shadow, то есть различные вот такие вот тени, которые будут образовываться, соответственно используем шейдеры, можем использовать RenderMan Shading Language, либо же можем использовать OpenGL, соответственно мы такие, вот у нас программа Main.cpp, то есть вот у нас C++ открыт, плюс мы сделали include conioh, include iostream, include cstdio, include, также мы добавили библиотеку под названием, header, под названием csignal, плюс также мы добавили сюда, допустим, различные GL подключили с помощью forward GL, вроде как там оно так подключается, соответственно нужно погуглить, как подключить OpenGL, соответственно, мы подключаем OpenGL, плюс также использовать будем различные for loops, while loops, switchеры, то есть switch case 1, case 2, case 3, break, 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 соответственно мы можем сделать также for let i equals to 0, semicolon i less than 10, semicolon i++, это будет for цикл, который будет проходить 10 раз, то есть который до 10 значения, от 0 до 10, он будет следовать, и вот так вот, конечно там может быть и по-другому немного, потому что while, и там иногда считается, иногда не считается, необходимо еще раз пораскинуть мозгами в данной структуре, также у нас будут while лупы, плюс также присваивание, будут различные переменные, floatовские, также интеджеровские, дабловские, плюс также char, и также стринговские, и булевые переменные у нас будут присутствовать, булевые, то есть 1, 0, true, false, or yes, or no, мы можем использовать, также у нас будет floatовские, это то есть вещественно численные значения, и также будут использоваться интеджеровские переменные, это целочисленные значения, допустим мы их будем использовать для идентификаторов нашего поезда, допустим поезд номер 213 450, то есть 213 450 это номер поезда, и также у нас будет 213 451, это другой поезд, то есть идентификаторы у каждого поезда будут иметься, соответственно они будут записываться int train id, также у нас будут различные работники, и каждый работник будет тоже иметь свой идентификатор внутри системы, для того, чтобы это легче было обращаться, потому что мы работаем с программой, и программа понимает такие вещи, соответственно в реальной жизни мы называем, естественно, по своим именам, которые у нас есть, Настя, Коля, также Михаил, плюс также Аркадий, например, либо же другие имена мы можем использовать, плюс также мы можем использовать Эллен, либо же Энн, либо же Мэри, либо же Джордж, также Селли и другие, в зависимости от того, на русском вы это делаете или на английском, соответственно у вас имеются различные string переменные, это у вас имена, которые вы будете присваивать нашим людям, нашим работникам, сотрудникам, соответственно у нас имеются интеджерские переменные для идентификаторов, и также для того, чтобы посчитать что-то, то есть целочислено, и также float значения у нас будут иметься, то есть это float, width float, height float, length float, depth float, другие значения float, pos, а также мы можем использовать position по x, position по x мы можем измерять как во float, также мы можем измерять как int, то есть это 1, 2, 3, 4, 5, мы можем взять что, int, int pos.x, int pos.y, int pos.z, и также мы можем использовать velocity, и также acceleration, то есть это наша скорость, и также ускорение, то есть у каждого предмета, у каждого объекта внутри нашей системы, у каждого юзера будет своя скорость ходьбы, допустим, и также свое ускорение, Допустим, они бегут на поезд, соответственно, у них ускорение идет, плюс скорость тоже возрастает, соответственно, с их ускорением. Потом они заходят в поезд, их ускорение уменьшается, также может стать минусовым значением, они зашли в поезд и потом присели, и все. И они чисто транспортируются, они уже присоединились к сету «я в поезде», можно так назвать. Соответственно, у нас имеются velocity, и это будет float vel x, float vel y, float... А, если у нас, подождите, если у нас float-овское значение скорости и ускорения, тогда и float-овские будут значения по нашим x, y и z, это position. То есть уже дебажим, дамы и господа, дебаг делаем, что у нас pos x, pos y, pos z будут они float-овские значения. Можно, конечно, округлять до интеджерского, это тоже возможно. И также float vel.x, float vel.y, float vel.z и также acc acceleration, то есть ускорение. acc.x, acc.y, acc.z и они будут float-овские значения тоже. У нас будут различные arrays, string arrays, то есть различные массивы данных с нашими текстовыми значениями, и внутри них будут записаны имена, фамилии, также first name, last name, то есть имя, фамилия, также surname, отчество будет записано, также nickname возможный, также логин определенный, который они придумали для себя. Это различные string-овские перемены, которые будут использоваться. Также теперь давайте задумаемся, какое же мы приложение будем создавать. Теперь вопрос такой стоит, сейчас попьем водички. Мы будем использовать приложение для разных систем. Мы можем создать веб-сайт. Веб-сайт будет создаваться с помощью HTML и также CSS для фронт-энта. Для бэк-энта мы будем использовать PHP. И также можем Python использовать, C++ можем использовать для этих целей, также бэк-энд разработать, и также серверную часть, то есть. И также будем использовать дейтабейзис. То есть дейтабейзис это MySQL, NoSQL, также SQLite, SQL, MongoDB, Oracle Database, также MariaDB и другие базы данных вы можете использовать. Соответственно, это у нас такой full stack девелопер тут собрался, и мы делаем сперва наш, возможно, веб-сайт мы хотим сделать для сотрудников. То есть определенная электронная образовательная система для того, чтобы обучаться сотрудникам, чтобы они понимали, как ходят поезда, какие имена у станций. То есть определенный своеобразный Duolingo, LinguaLeo, либо же веб-сайт, где у нас идет обучение чему-либо, определенному сленгу, определенным выражениям, определенному глоссарию. Соответственно, тут имеется огромное количество стринговских переменных, огромное количество всяких ссылок, nav, nav, button, плюс также у нас имеется navigation, то есть, если мы в HTML создаем, то это у нас получится, тут получится doctype, html, также html, html, body, body, также footer, footer, head, head, плюс также сделали скрипт, 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 ahref, 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 ahref. Получились у нас различные референсы к определенным строчкам, к определенным аудиофайлам, видеофайлам, соответственно, для видео тоже мы используем определенный тег, допустим, видео, и тут у нас слэш, видео тоже мы добавили, и triangular brackets тоже добавили сюда. То есть, мы уже создаем веб-сайт здесь, различные баттоны, также обозначаем, что у нас, какая кнопочка делает, какой у нее дизайн, это уже в CSS мы делаем, то есть, делаем определенную расцветку по различным структурам, то есть, там у нас уже подключается hexadecimal, то есть, 16-ричная система счисления, то есть, это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. У нас подключается, также может использоваться octal, то есть, восьмеричная система счисления, это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и также может использоваться бинарная, то есть, 0, 1, 0, 1, 0, 1, это все вот эти вот числа, и также может использоваться десятичная, которую мы используем в нашей реальной жизни, это 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и также 0, да, тут 0, дамы и господа, тоже присутствует. Или у нас получается 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, а, 5, 6, 7, 8, 9, да, у нас получается вот так вот, или же 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 9, и вот оно у нас получилось на индонезийском и сделали. Также у нас будут присутствовать различные dictionaries, то есть, в питоне это будет реализовано с помощью dict, d-i-c-t, то есть, команда будет такая прописана, соответственно, у нас может использоваться, то есть, вы dict делаете, и вот внутри вы с помощью quotation mark обозначаете, что у вас будет находиться, и какой элемент, что будет означать. Вы можете соединить один массив с другим, чтобы они были реляционные, чтобы они относились друг к другу, что первый элемент соотносится с первым, второй элемент соотносится со вторым, третий с третьим и так далее. Локализацию, то есть, вы сделаете, и некоторые элементы вы потом добавите, переведете на такой, что, допустим, не совсем переводится, вы создадите отдельные файлы, их отдельно переведете, создадите отдельные переменные, закодируете это. Также в CSS у вас будут borders, вы можете обозначать также текст, font, курсор, то есть, pointer, либо же weight, либо же текст, вы можете сделать в CSS, сделать определенный style, то есть, это cascad style sheets у вас получается, или же style language, да, у вас этот язык CSS, вы используете для этих вещей. Дальше уже у вас Python, JavaScript, либо же PHP, плюс еще подключается C++, вы тут уже настраиваете behavior вашего сайта, что у вас там происходит, какие действия вы вытворяете, что суммируете, что вы читаете, какие multiplication делаете, также с различными протоколами работаете, то есть, у вас получается FTP, File Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, также HTTP, TCP, Transmission Control Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, также у вас UDP, User Datagram Protocol, плюс другие различные протоколы будут использоваться на веб-сайте, вы можете этим воспользоваться, в принципе, и также вы будете разрабатывать данные системы. И, соответственно, что будет делаться? У вас будет отправляться реквест на ваш сервер, будет отправляться респонд обратно, будут образовываться queues, это определенные data structure, также можно делать stack, стеки можно делать, но тут уже структура данных пошла, то есть у нас какие бывают? У нас являются там массивы, также у нас являются queues, у нас являются также различные листы, плюс unordered list, ordered list, то есть OL, UL, LI, LI это list item, и, соответственно, UL это у нас unordered list, OL это ordered list, соответственно, в HTML это тоже может указываться, соответственно, различные типы листов у нас используются, binary trees, то есть у нас имеется парсинг различный, парсеры тоже используются, то есть различные вот такие в виде структур, в виде деревьев, также графы используются, тоже своеобразная такая вот вещь, что у нас есть взвешенные графы, различные weights of them и так далее, это в школе проходит, в первых классах практически, когда вы дорожки высчитываете, сколько зайцу необходимо пройти, и там у вас нарисованы графы, и, по сути, это, да, как раз граф, который проходит в первом классе. Дальше, что у нас имеется, дамы и господа? У нас имеются следующие структуры, так мы с сервером работаем, также если транзакции будут какие-либо выполняться, то есть, допустим, у нас веб-сайт по покупке билетов, то есть на метро, то есть вы хотите пополнить свою карту тройка, хотите пополнить карту стрелку, хотите пополнить свой какой-нибудь другой носитель, допустим, вы в Америке, и у вас там свои карты вы пополняете, либо же вы, допустим, в Индонезии свое пополняете, в Корее это делаете, либо же вы во Франции, либо же в Лондоне у вас метро, и вы Underground плюс Tube вы используете, и, соответственно, вы можете различные структуры пополнять, соответственно, тут контакт с банком идет, различные HTTPS протоколы подключаются, то есть Secure, Hypertext Transfer Protocol Secure, и плюс также подключается здесь такая система, как, получается, если вы с Secure работаете, то тут уже криптография подключается, различные вещи в форме еврейский шифр, шифр Цезаря, хеширование различных вещей, тут уже блокчейновские различные peer-to-peer вещи могут появиться, но если вы захотите, естественно, тут как-то привязать их сюда, то есть Smart Protocols, Smart Contracts, за чьи у вас будут использоваться, различные системы защиты информации будут использоваться, тут вы уже можете подбирать свой определенный алгоритм для этих вещей, можете делать Shift-Left, Shift-Right, Shift-Right два раза, потом наложить хэш, потом Shift-Left, 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 и еще раз наложить хэш, а потом Shift-Right и так далее, вы можете сделать такие различные системы, плюс также вы можете добавлять хэши и так далее, то есть дополнительные файлики, дополнительные коды вот сюда вот приписывать, соответственно, расширять это все, тут уже буферизация идет, буфер протоколс и всякие вещи в этом ключе, также вы контактируете с банком, соответственно, это делаете по законодательству стороны, в которой вы находитесь, то есть различные, что данные персональные, идет обработка персональных данных, нажмите клавишу, тут чекбокс появляется, чекбокс, то есть определенный квадратик, в который вы вот так делаете mark определенный, ставите галочку, также у вас могут быть радиобоксы, то есть выберите одно из трех, выберите, допустим, виза у вас, мастеркарт, либо же еще какая-то, либо же выберите ваш банк, выберите способ оплаты, webmoney, плюс PayPal, плюс также другой выбор, оплата, это различные у вас получаются радиобоксы, радио, то есть выбор один из множества, и также у вас есть чекбоксы, это выбор нескольких из множества, То есть галочку поставить, это тудулист своеобразный. Также у вас имеются скроллеры, скроллер по Y, скроллер по X, также слайдеры, которые вы отмеряете таким вот образом вот сюда, вот сколько поездок вы хотите приобрести, и вы такие делаете, хочу 5 поездок, соответственно, вот так до 5 намотали, соответственно, у вас есть положение вашего X, если у вас 1, вы покупаете, то на 20% заполнено, если 2 покупаете, то на 40% заполнено, если 4 покупаете, то 8% заполнено, если 5 билетов покупаете, то на 100% заполнено, допустим, то есть у вас максимум, который возможен на текущую вещь, то есть вы вот так пометили. У вас также меточки есть, там различные stroke, stroke weight, у вас тоже обозначены различные цвета в том числе. Color Mode, какой может использоваться? Могут использоваться HSL, Hue Saturation Lightness, Luminosity, также HSB, Hue Saturation Brightness, также HCL, это Hue Channel Luminosity Lightness, также может использоваться у вас различные структуры наподобие, так, у нас Lightness Luminosity, плюс также RGB, RGB, Red Green Blue, Red Green Blue и Red Green Blue Alpha, то есть альфа каналы тоже могут использоваться, соответственно, в этих структурах. Соответственно, дальше, что у вас имеется? У вас есть веб-сайт, у вас есть различные транзакции, которые могут происходить на них, есть защита веб-сайта, есть также authentication должно присутствовать, то есть аутентификация, то есть у вас есть различные Firebase Authentication, вы можете использовать и другие различные платформы, тут у вас имеется, получается, логин, пароль, регистрация, sign up, sign in, различные такие структуры, также time remaining, тут еще загрузочка иногда появляется, знаете, есть фронтендовская такая вещь, что когда вы делаете клик, допустим, что у вас идет загрузка, что идет загрузка, что идет оплата, либо же загрузка определенной страницы, и у вас загружается, в этот момент на сервере там освобождается место для определенной random access memory, и тут определенные вещи с оперативкой делаются, так, загружается файл, а в этот момент для юзера фронтендовская такая крутилочка появляется по circular, то есть тут у нас работает circle, соответственно, у нас имеется круг, соответственно, у нас также добавляется circumference, и плюс 2pr получается, и плюс p31415926, либо tau может добавиться, tau это у нас 6283 и так далее по списку, плюс также там уже экспоненты могут подсоединиться тоже, если вы хотите их использовать, это уже, если у вас различного типа загрузочные экраны, вы хотите, чтобы они вот так поднимались, то тогда вы используете экспоненты 271828, вроде оно вот так вот пишется, минутку мы сейчас чекнем, так, alerts number, alerts number, вроде 828, 271 точно первое число, а 828 сейчас мы чекнем, сейчас мы проверим, насколько это действительно так, alerts number, так, это 271828, да, все верно, то есть вы можете использовать alerts для экспонента, то есть можете использовать функции pau, то есть это pau53, это 125, pau52, это 25, pau51, это у нас 5, также вы можете использовать pau36, и это получится у нас тогда 3, 9, 27, 81, 243, также потом на 3 умножаем, получаем 729, вроде, так, сейчас мы возьмем 243 умножить на 3, 729, да, все верно, то есть вы можете это использовать, соответственно, это pau36, и также у нас могут использоваться pau25, это будет у нас 32, pau26, это будет 64, 64, и так далее, то есть это различные экспоненты вы тоже используете, также можете логарифмы использовать, ln, log10, log2, и так далее, это различные структуры для вычисления, чего только вам захочется, то есть вы также можете использовать интегралы, плюс также звук вы можете считывать, это будет sine, cosines, синусы, косинусы, тангенсы, катангенсы, секенсы, косекенсы, также arc-косинусы, arc-синусы, то есть инверснутые у вас обратные функции, будут использоваться, arc-синусы, arc-косинусы, arc-котангенсы, arc-косекенсы, arc-косекенсы будут использоваться, различные тригонометрические функции, и обратные тригонометрические функции, inverse trigonometrical functions будут использоваться, различные unit circle тоже будут использоваться, то есть это у вас единичная окружность, которая состоит, там есть adjacent, есть определенный хайпотенус, есть также у вас opposite side, и opposite side over hypotenuse, это у нас будет sine, то есть синус, и также у нас adjacent side over hypotenuse, это у нас будет косинус, то есть есть косинус, есть синус, есть гипотенуза, есть различные тангенсы, катангенсы, секенсы, косекенсы, которые выводятся потом различными вещами, также есть теорема синусов, теорема косинусов, плюс синус квадрата альфа, плюс косинус квадрата альфа, равно 1, плюс различные радианы у нас имеются, Плюс у нас имеются различные углы, также если вы сделаете 2π, то это 360 градусов, π это 180 градусов, также у вас π деленное на 2 это 90 градусов и π деленное на 6 это у нас 30 градусов. То есть это те тоже числа, которые вы можете запомнить, можете не запоминать, можете использовать, можете не использовать, соответственно полярные координаты тоже вы можете использовать. Окей, соответственно какие у нас могут быть программные обеспечения? У нас есть веб-сайт, который вы можете использовать, соответственно, там может осуществляться продажа, может осуществляться загрузка различных данных, работа с базами данных, то есть подключение MySQL, MySQL, MySQL Lite, плюс также MongoDB, MariaDB, Oracle и другие базы данных могут присутствовать в данных структурах. Также вы можете делать columns, rows, строки, строка, column, то есть их вы тоже можете использовать для того, чтобы разработать данную структуру веб-сайта своего, чтобы относились к определенной cell вашей базы данных. То есть там есть определенные ячейки, есть хедеры ячейок, то есть это, если мы, у вас имеется, если вы делаете это на, у вас есть tr, td, tf в различных, nth вроде, в html, это тоже есть хедеры определенных вещей, есть trow, tr, это rows of table, тоже вы можете использовать, соответственно, вы это все создаете. Вот у вас есть система. Что теперь мы делаем с данной системой? У нас создан веб-сайт, у нас созданы различные low latency, medium latency, также high latency, если у вас high latency, то есть задержка слишком большая, pink, local, pink, global большой, то тогда у вас идет красненьким цветом может выделение, если у вас medium, то желтеньким цветом выделение, то есть тут уже соединение с RGB схемой, это для удобства просмотра. И также зелененьким цветом это будет, что низкая, низкая, низкая задержка, то есть low latency, все отлично загружается, сервер работает хорошо, различные аналитические вещи тоже будут присутствовать, различные медианы, плюс также distribution, bell curve, также у вас будет использоваться гауссово или же гауссово-лапласово, либо же нормализованное распределение будет использоваться, normal distribution, также у вас будет использоваться различные mean numbers, то есть среднее архипетическое отзначение, то есть у вас имеется 1, 2, 3, 4, 5 элемент, вы можете их сложить, разделить на 5 и получится у вас mean number of something, то есть у вас получится среднее значение, которое вы вычисляете, также у вас имеются различные структуры плюс элементы, также у вас медианы имеются, если у вас 8 элементов, то медианы будут, это 4 плюс 5 элемент, деленное на 2, если у вас 7 элементов, то это будет 4 элемент, Если у вас будет 10 элементов, допустим, то это 5 и 6 элемент, деленный на 2. То есть это медиана, так высчитывается, типичное значение, которое здесь имеется. И также имеется мода. Мода это у нас часто, самое часто повторяемое значение, которое может встретиться. Допустим, циферка 3 часто повторяется. Часто покупают поездки на... Покупают 3 поездки, либо 2 поездки часто туда-обратно. Значит, соответственно, у вас 2 повторяется очень часто. Мода 2, соответственно, в данной системе, например. Плюс вы можете разработать, получается, эту систему вы можете использовать в различных аппаратах по оплате. То есть у вас есть аппарат, где вы можете выбрать количество поездок. Есть различные button, 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 button. Плюс есть оплата картой, соответственно, если что, к терминалу обратиться. То есть посмотрите на терминал, прислоните карту. Можете работать с прислонением, можете работать просто по вводу вашего пин-кода на данной карте. Плюс, соответственно, защита будет стоять для таких действий. Плюс также будут камеры слежки, что это действительно идет оплата в данных структурах, чтобы была защита определенная тоже. И плюс также может камера стоять в самом автомате. Вот здесь, допустим, она будет показываться. Это тоже один из вариантов. Соответственно, там есть поле загрузки, поле ввода. То есть введите количество средств, сколько хотите закинуть на карту. Введите количество средств, на сколько денег вы хотите купить поездки. И там идет вычисление. То есть это калькулятор, по сути. Калькулятор, программа-калькулятор, которая там работает. То есть алгоритм калькуляторный. Также, если вы делаете различные поисковые системы, то есть вы хотите найти поиском среди всех своих клиентов, среди всех своих сотрудников, кого-либо, то вы можете сделать search engine. То есть различные поисковые структуры, поисковые инженерии вы можете создать с этими вещами. Поисковик можете создать, да, поисковую систему. Что вы делаете? Вводите string-овское значение, и оно будет выискивать по определенному столбцу, по определенной строке, будет выискивать определенных людей. То есть поиск по токенам определенных. Это natural language processing. То есть вы обрабатываете, естественно, язык, который у вас есть в системе. И вы определенным образом его анализируете, делаете некоторую выборку из него. Вот тут уже machine learning может подключиться. Это что у нас? Artificial intelligence, machine learning, да, также у нас есть neural networks, плюс также еще внутри находится deep learning. Это наш set, subset, sub-sub-set, sub-sub-sub-sub-set. Получается. Получаются различные множество, подмножество, под-под-множество, под-под-под-множество. Вот такие вот у нас имеются. Это различные значения. Также если у вас множество используется, то тогда тут будет сюръекция, объекция и инъекция. То есть surjection, injection, and injection by injection. То есть они тоже используются. Это различные способы взаимодействия с нашими множествами. То есть различные отображения, которые у нас тут присутствуют. Также могут использоваться окрестности. Neighbor. Тут уже также может появиться различные вещи в виде random forest. Это уже алгоритмы с machine learning связанные, то есть artificial intelligence в некотором роде. И тут рандомные форесты могут подключиться. Различные работы с ханонскими башнями. First in, last out. Либо же last in, last out. То есть когда мы вот так вот берем структурку и у вас появляется. Также у вас может быть Q. Это определенный тип данных. То есть тоже структура данных. Также алгоритмы вы можете использовать. Quick sort, merge sort, bubble sort. Различные виды сортинга по вашей дорогой структуре, которая у вас имеется, если вы делаете поисковик. Плюс также у вас может использоваться self-person algorithm. Плюс также A. A звездочка Pathfinder. Плюс также можете... Это для различных нахождения дорожек. Плюс также можете использовать алгоритм Dexter. Алгоритм Dexter для нахождения ближайшего... Чтобы добраться из точки А в точку Б наикоротчайшим образом, например. Также вы можете использовать... У вас имеется структура по оплате. Кассовые терминалы работают. Тикеты все принимаются. Внутри находятся там различные транзисторы, видеокарты, аудиокарты для считывания голоса. Если вы, допустим, делаете различные фонемы, считываете recognition, voice recognition, используете технологии по распознанию голоса внутри данных систем. Также у вас могут использоваться система ввода купюр. Соответственно, там различные механические процессы. Это уже инженерные такие дела будут присутствовать. Плюс различные электрические вещички. То есть электроника здесь присутствует. Электроника это у нас различные законы Ома, законы Кирхгофа. Плюс также другие закон биосавар-Лапласа, законы Ньютона тоже тут в некотором роде присутствуют. И, соответственно, это у нас все вокруг терминалов. Теперь мы можем также настраивать дэшборд. Дэшборд нашего дорогого машиниста, который сидит в нашем дорогом поезде. То есть первая кабина у него там находится в кабине машиниста. Он там сидит, возможно, с ассистентом и, соответственно, руководит всей данной структурой. Соответственно, у нас есть кнопки газа, есть тормоза. То есть это все электрическая система, с электричеством связано. Соответственно, он нажимает на кнопку, поезд идет вперед. Там определенные процессы происходят внутри машины. Это тоже может быть определенным программным обеспечением. Есть кнопка тормоза также, кнопка определенных поворотов, вполне возможно, или же подача сигнала для того, чтобы обеспечить поворот туда налево или направо. Также есть снижение скорости, повышение скорости и так далее. Есть определенные индикаторы, что достигнута определенная скорость, которую лучше не превышать. Также различные тайминги, сколько осталось до следующего поезда, где находится другой поезд. Различные системы отображения, где они находятся по карте. То есть тут уже получаются web mapping services. То есть различные карты у вас будут, метрополитены используются внутри. Что где находится, то есть радар определенный. Что есть один поезд здесь, один поезд здесь, один поезд здесь. И между ними есть определенная дистанция. Какая дистанция между ними тоже высчитывается в float distance train 2, train 3, допустим. То есть у нас есть поезд с индексом. Помните, мы говорили про индексы? Там, конечно, большие числа были, но 231, 450 вроде. В общем, у нас имеется поезд 1, поезд номер 2. Поезд номер 1, поезд номер 2. И distance between them. То есть дистанция между ними тоже будет определяться. То есть это float вещественное значение. Сколько по времени это будет заниматься? То есть расчет времени, сколько по времени доезжать до следующего поезда? Где находится другой поезд? Свершил ли он остановки на другой станции? Какое действие он выполняет сейчас? Какая скорость у второго поезда? Чтобы примерно отображаться, чтобы понимать, с какой скоростью нам двигаться. Соответственно, когда нужно остановиться. Также поезд, который идет сзади нас, какая у него скорость и где он находится. Для того, чтобы все это отображать, чтобы вся система работала хорошо. Соответственно, это для метро у нас есть такие вот штучки. Также у нас OpenCV, Python OpenCV используется. OpenCV, то есть library определенная, может использоваться для отображения, то есть считывания лица. И мы можем определенным образом считывать карты по лицам. То есть у нас есть определенная биометрика. И у нас имеются различные считывания пальцев, считывания сетчатки глаза. Плюс также различные наши уникальные следы, которые оставлены DNA, то есть ДНК. У нас могут считываться различным образом. Личка будет считываться, пальчики будут считываться и другое. То есть мы можем вот так поднести лицо. Опачки считали. Все, проходите, пожалуйста. Вы дозволены сюда. Соответственно, тут уже идет как в айфонах у вас. Когда вы разблокируете экран, то это может происходить. Также у вас будут различные диагонали экранов, различные сенсоры. Плюс также фотончики здесь будут использоваться, потому что фотоны вот так вот летят, обретеленный свет. Плюс также будут использоваться различные, как уже ранее озвучивались, кварки, лептоны, фемионы. Плюс также charm, strange, top, bottom, up, down. Плюс также будут использоваться meon, meon нейтрино, электрон, электрон нейтрино. И также будет использоваться tau, tau нейтрино. Плюс также boson W, boson Higgs. плюс также будет использоваться глюон и фотон и другие вещички, которые у вас присутствуют в данной системе. Также вы можете использовать различные, различные, различного вида константы, то есть вы можете использовать разные алфавиты, в том числе альфа, бета, гамма, дельта, также это, сета, зета, плюс также сигма, омега, омикрон, юпсилон, эпсилон, плюс также ро. Вы можете использовать различные буквы, а йота вы можете использовать и другие структуры для того, чтобы описывать ваши системы. Соответственно, вы можете это все программировать на JavaScript, на Kotlin, на Swift, на SwiftUI, PHP, на R, плюс R для различных статистических данных. Вы можете использовать это, плюс также можете использовать C++, C Sharp, C Bootstrap, плюс различные другие структуры для того, чтобы это все сделать, плюс x86 Assembly Language, Bytecode Java для такого уже больше работы с машинным кодом, чтобы все это делать, что если вы хотите создать операционную систему, соответственно, у вас там будет тогда взаимодействие с вашей motherboard, то есть материнской платой, плюс также это будет работа с GPU, CPU, то есть для вашего Graphic Processing Unit, для обработки графической информации. Также у вас будет CPU, центральный процессор, центральный процессор, Central Processing Unit, и также будут использоваться там аудиокарты, спикеры, АЦП, ЦАП, цифроаналоговые преобразователи, а аналого-цифровые преобразователи для того, чтобы это все сделать. И, естественно, это все ваши структуры, которые вы можете разработать. Какие приложения еще раз вы можете сделать? Вы можете сделать приложение, раз, это веб-сайт, то есть для employers, то есть для employees, которые работают здесь, то есть различная структура, кто у нас работает, различные у нас SRE, Site Reliability Engineers, работают, DevOps работают, Junior, Middle, работают, также у вас машинисты работают, плюс различные инженеры внутри структур, там подкрутить лампочку, плюс также у нас имеются различные младшие инженеры, старшие инженеры, плюс также у вас имеются с сантехникой работники связанные, плюс рядом с эскалаторами, те, кто смотрит за состоянием эскалаторов, плюс также уборщики тоже работают, плюс отделы маркетинга, связи с общественностью, пиар, плюс различные такие категории у вас тоже могут присутствовать, различные люди, администрация будет присутствовать, охранники, администрация, да, в этом случае, также X-Ray Checkers, то есть те, кто чекают определенные, у вас рентген лучи есть, и, соответственно, есть определенные рамки, через которые вы проходите, также, куда вы кладете вещи, то есть экранчик там показывается, это тоже различные структуры, различные профессии, которые здесь имеются, и вы можете создать систему веб-сайт, где вы можете смотреть на этих людей, на кто здесь работает, также вы можете сделать систему оплаты, то есть tickets, tickets payments, tickets purchasing, то есть вы можете оплачивать все эти вещички, также вы можете создать систему для машинистов, что где находится какой пояс, то есть мы сегодня это создали, и также вы можете создать различные вот бонусы для вас, планер вы можете создать для каждого из сотрудников, это дополнение к веб-сайту, что у каждого есть определенный планер, что он должен сделать за день, и он где-то ставит чек, 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 это сделано, это сделано, это сделано, это такой супервайзеровский, для менеджеров можно сказать, что этот человек сделал это, это, это стандарт соблюден, стандарт соблюден, стандарт соблюден, то есть каждый работает по своим стандартным операционным процедурам, соответственно, выполняется работа хорошо, все отлично, все гуд, И также, возможно, планы, планирование на будущее стратегическое развитие нашего метро и строительство метро. Тоже вы можете сделать приложение для этих функций, для выполнения данных функций. Собственно, спасибо большое за просмотр. Развивайтесь, дамы и господа, девелопьте, разрабатывайте программное обеспечение. И всем, всех благ вам, друзья. C++, Compile. Пока.